Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня стало известно, что в политику снова возвращается Дарига Назарбаева. Казалось, что когда она ушла в отставку с должности председателя Сената, непрерывные скандалы, нахождение ее у власти, скандал и разоблачение со стороны ее сына и сына Нурсултана Назарбаева Айсултана, казалось, все это привело к тому, что Дарига окончательно ушла из большой политики. И, ну, я когда говорю из большой политики, это условная вещь, потому что она просто занимала должность, она просто благодаря своему папе Нурсултану Назарбаеву занимала пост председателя Сената и все предыдущие государственные посты она занимала только потому, что она является дочерью Султана Назарбаева. И вот ее нетерпеливость, все время попытка забережать вперед, плюс известные скандалы со стороны Султана, который умер в августе месяце, казалось, уже все окончательно подорвали ее позиции и она не вернется на высокие позиции. И, честно говоря, я сам размышлял, думал, а как теперь Назарбаев будет передавать власть, а кому? Ну, такая, понятно, это никто, мебель, но должны же быть люди тем, кому он доверяет. И, как известно, Назарбаев доверяет только своим ближайшим родственникам. Ну, если говорить о его племяннике Самате Абиши, то понятно, что никто его ни в лицо не знает, никакие его заслуги, только известно, что он получает разные награды, получил должность генерала-лейтенанта, какие-то ордена, ну и, в общем-то, его никто не знает. А зять Тимур Кулебаев не вызывает у него доверия, он живет своей жизнью. Дочь Динара Кулебаева проживает в Женеве, Швейцарии, и тоже живет своей жизнью. Ну, собственно, это такой условный брак, и давно там уже брака нет. Просто это держатель капитала, и, ну, есть какие-то внуки и так далее. Поэтому он не может довериться Тимуру Кулебаеву. Вторая его дочь, Динара Кулебаева, она вообще далека от любых политических действий. Третья, она Алия, то же самое. Поэтому, получается, власть отдавать-то некому, кроме дороги. Потому что дети от последнего брака, они маленькие еще, им еще лет 15 нужно, чтобы более-менее он мог их потом номинировать на эти высокие должности. Но 15 лет это нереально. Назарбаеву уже более 80 лет, и через 15 лет, чтобы он ожидал, что перейдет власть к его сыновьям, это нереально. Вот, собственно, все эти события привели к тому, что у него не осталось никакого выхода, и надо было приводить к власти Даригу Назарбаеву. Но существовали такие, казалось, для обычного человека непреодолимые препятствия. А какие? Ну вот, сын Айсултан. Айсултан после всех этих известных скандалов вернулся в Казахстан, жил в Астане, но и не прекратил писать странные посты с точки зрения семьи Назарбаева. Он откровенно дискредитировал бизнес Назарбаева, писал очень жесткие статьи по поводу группы предприятий «Казахмыс», Владимир Ким и все прочие, кто вокруг этого крутится. Он критиковал ближайшее окружение Назарбаева. Параллельно, конечно, он всем и принес извинения, но в такой ядовитой форме он извинился перед Каримом Асимовым, но при этом извинился так, что, ну, по поводу коррупции, которую он раньше его обвинял, он ничего не откомментировал. Он извинился перед Тимуром Кулебаевым, он перед всем извинился, но извинился так, что, ну, это нельзя было воспринять как извинение. Одним словом, его сын Айсултан Назарбаева приносил семье гигантские неудобства и все время дискредитировал Дарьгу Назарбаеву. Конечно же, ближайшее окружение Назарбаева, на которых он опирается, регулярно приходили к Назарбаеву и говорили, ну, как же так, мы же ваши сподвижники, ну, почему Айсултан нас мочит? Скажите, чтобы Дарьга с ним, в конце концов, решил этот вопрос. Но непокорно Айсултан все равно писал свои посты, но и, по сути дела, подрывал позицию Дарьги и в итоге семейный совет в лице Нурсултана Назарбаева и Дарьги Назарбаева постановил, что Айсултан должен умереть. И вот в августе лента, различные телеграфные агентства сообщения прозвучало, что якобы Айсултан умер от сердечной недостатности, точнее говоря, у него остановилось сердце. Якобы он был в Казахстане, потом поехал в Лондон и вот там у него остановилось сердце. Ну, насколько я знаю, сейчас в Англии проводится расследование всех этих обстоятельств, но очень много примеров, когда известные противники режима, например, России, умирали именно в результате неожиданной остановки сердца или какой-то неизведанной, неизвестной болезни. И невозможно было определить, почему люди умерли. Ну и я недавно говорил, что на меня выходили некие агенты из Казахстана, которые уже бежали из Казахстана. Они были теми людьми, которые участвовали в различных операциях против меня, готовили мою ликвидацию. Также они захватывали мой бизнес на территории России и других стран. И вот один из них недавно вышел на меня и очень подробно рассказывал, каким образом, например, убили Рахат Алиева в венской тюрьме. Что убийца, который расправился с Борисом Березовским в Лондоне и, соответственно, с Рахатом Алиевым в Вене, почерк был один и тот же. То есть было удушение. У Рахата Алиева были обнаружены трещины на грудной клетке. И характер и почерк убийств был идентичен. То есть это действовала одна и та же группа. Как мне этот человек сообщил, что эта группа убийц работает при ФСБ России, Федеральной службе безопасности России. И они выполняют вот такие преступные заказы. Собственно, он мне сказал, что Рахат Алиев убит одной и той же командой, той самой командой, которую убило в Англии Бориса Березовского. И вот мы можем, очевидно, быть уверенным, и что Айсултана Назарбаева тоже ликвидировала эта группа. Потому что очень много убийств российских противников в режиме происходило именно идентичным образом. У них останавливалось сердце. Вот. Ну, в общем, одним словом, семейный совет в лице Нурсултана Назарбаева и Дариги Назарбаевы после таких раздумий решили ликвидировать Айсултана. Потому что он мешал, мешал семье привести к власти Даригу Назарбаеву. Ну, и здесь я хочу сказать, рассказать то, что длительное время не рассказывал. Я активно начал общаться с Айсултаном с февраля этого года. Вы знаете, в интернете стоят записи наших разговоров. И на самом деле Айсултан называл свою мать Даригу Назарбаеву ведьмой. Ну, и, конечно, он был разочарован Нурсултаном Назарбаевым, своим отцом. И недавно бывший председатель комитета национальной безопасности Мусаев сказал, что он подтверждает, что вот показатели ДНК Айсултана совпадают с Нурсултаном Назарбаевым, что Нурсултан Назарбаев является его отцом. Ну, и, собственно, конечно же, и Дарига это знает, и многие из окружения Нурсултана Назарбаева знают, что Айсултан на самом деле является сыном Нурсултана Назарбаева и, собственно, сыном Дариги, который по официальной версии считается дочерью Нурсултана Назарбаева. Вот такая вот история интересная. Ну, и вообще, когда Айсултан находился в Лондоне, он, наверное, мне в день, не знаю, минимум 10 раз звонил, и я предупреждал о той опасности, которая его подстерегает. И он намеревался со своим, скажем, паспортом казахским, в итоге у него там была европейская виза, переместиться во Францию, переехать поближе ко мне. Мы с ним об этом говорили, договорились. Семья его лишила все средства существования, у него не было даже телефона, и вплоть до того, что я ему эти вопросы решал. И в тот вечер, когда мы с ним эти вопросы проговаривали, он вышел на улицу и подвергся нападению, он бежал, у него срывали куртку, и в этой куртке у него остался паспорт. Вот, и, ну, понятно, что это нападение организовали люди Даригини Назарбаевой. И таким образом его паспорт попал в руки Даригины Назарбаевой и ее представителей. Он пообещал позвонить в полицию, требовал вернуть, снова вернулся вот в эту лечебницу, и оттуда считал, что это наиболее для него безопасное место, потому что там была какая-то охрана, он мог свободно, если что, перемещаться. Но вот наступил момент, что они сломали его планы по возможному переезду из Англии, в частности из Лондона, в Париж. Вот такая была история, и на самом деле я понимал, что к нему приедут представители Дариги, или, скорее всего, она приедет сама, сумеет его обмануть, дать разные обещания и утащить в Казахстан, и там расправиться с ним. Все это я понимал, и был привлечен адвокат английский, английский адвокат с ним встретился, это была одна женщина известная такая, она сняла предварительно с него показания, затем я организовал контакты с известными изданиями международными, Ай-Султана, и вот, собственно, он готовился дать такое масштабное интервью. Для того, чтобы его не вывезли из Англии, я ему предложил, чтобы он подал на политическое убежище. Но проблема была в том, что Ай-Султан все-таки надеялся, что Назарбаев, его отец, не будет его убивать, не будет с ним расправляться, он еще был такой достаточно наивный, он считал, что его дискредитировали перед Назарбаевым, и что только если он с ним лично встретится, все эти вопросы будут сняты. Я ему напомнил, как был убит Рахаталиев, рассказал о том, как я глубоко и детально знаю психологию Назарбаева, и предупредил, что он будет беспощадно ликвидирован. На что Ай-Султан мне сказал, что значит Аллах этого хочет, но он не должен этого позволить, я поеду. Но в общем в итоге он не подал заявление на политическое убежище, именно по форме, которая установлена законами Англии, он должен был подать соответствующее обращение в соответствующий миграционный орган, оформить необходимым образом, сдать те документы, которые у него были, а у него уже по сути дела не было документов казахских. Представитель Дареги регулярно обещал, что он свой паспорт получит. Потом прилетела Дарега Назарбаева, потому что Ай-Султан отправил ей e-mail, на ее личный e-mail и сказал, почитай мама. Она прочитала, в котором было написано, что Ай-Султан Назарбаев подает на политическое убежище, что его преследуют, хотят убить. Но это, в конечном счете, привело к тому, что Дарега спешно прилетела в Лондон, и они его долго уговаривали, убеждали, и вот, собственно, в итоге перевезли его в Казахстан. И на его фейсбуке стоит обращение Ай-Султана, он извинялся передо мной, предложил, сказал, что двери моего дома всегда перед вами открыты, на что я просто написал, что я в этом не нуждаюсь. Вот, к сожалению, в итоге все получилось, как я предсказывал. Именно в августе он был убит. Я еще раз хочу сказать, он не умер от остановки сердца, а он был убит. Был убит по поручению Нурсултана Назарбаевой и Дареги Назарбаевой. Вот, собственно, видите, какие ужасные, страшные люди контролируют власть в нашей стране. Поэтому можно не удивляться, почему был расстрел мирных жителей в Жан-Озене. Можно не удивляться, что эти люди, контролирующие власть, убив своего собственного сына, сына от дочери, между прочим, Дареги Назарбаевой, они не остановятся ни перед чем. И это еще раз говорит о том, что этих людей ничего не остановит, кроме воли народа. Именно мы должны отстранить их от власти и наказать. Наказать беспощадно. Вот, собственно, сейчас вот такая возможность нам предоставляется, ходом исторических событий. Мы это можем сделать. Что хочет Назарбаев в итоге? Сейчас Тарега идет по партийному списку от партии Нуратан. Что такое партийный список? Эта партия выдвигает кандидатов в депутаты. И в этом списке Центральная избирательная комиссия регистрирует этих, так называемых, депутатов, которые идут на выборы. И если партия Нуратан набирает большое количество голосов, например, 80%, то основная часть из этого списка попадает в парламент страны. Ну, понятно, что и Дарега попадет в Можилис. Как вы помните, она совсем недавно указом Назарбаева была назначена сенатором, а затем Сенат как бы проголосовал единогласно, и она стала председателем Сената, когда Токаев стал президентом страны. По государственной иерархии, высшее должностное лицо – это президент страны. После него идет председатель Сената, потом председатель Можилиса. В случае, если президент каким-то образом отказывается от власти или заболел, то по конституции эту власть перехватывает председатель Сената. Если председатель Сената по каким-то мотивам, соображениям отказывается от этой должности, то главой государства становится председатель Можилиса парламента. Итак, мы сейчас теперь увидим Дарегу, депутатам Можилиси, и безусловно, депутаты проголосуют единогласно, и она станет председателем Можилиса. И в 2021 году Назарбаев планирует передачу власти именно Дареге Назарбаевой. Токаев по каким-то причинам откажется от позиции президента. Председатель Сената скажет, что нет-нет-нет, я не могу быть президентом страны, и автоматически должность президента переходит в Дареге. Вот, собственно, такую операцию разработала семья, потому что теперь уже препятствий нет, а и султан не разоблачает Дарегу. Но что ждет эту политическую верхушку? Вы знаете, что партия отдал, контролируется Тимуром Кулебаевым, и, конечно же, Тимур расставил людей на всех уровнях власти. Он союзник, председатель комитета национальной безопасности Карима Масимова. И вот они вдвоем этот тандем фактически съел. Вот на предыдущих, ну, предыдущие даже были ситуации, когда она была председателем Сената, использовали то, что Айсултан нападал на ближайшее окружение Назарбаева, разоблачал, и Дарега еще неподготовленная дернулась по поводу распределения кредитов компании Тимура Кулебаева. И в итоге Назарбаев ее просто снял без звука. Вообще просто не было никаких комментариев, просто снял и все. Она даже не написала, что по состоянию здоровья уходит. Просто Сенат собрался, проголосовал и отправил ее в отставку. И инициаторами всех этих ударов были Тимур Кулебаев, взятие Нуртултана Назарбаева и Карим Масимов, представитель комитета национальной безопасности, который ненавидит Дарегу Назарбаеву и всеми путями пытается ее исключить как претендента на высший государственный пост. Но теперь Дарега возвращается и очевидно, что она должна расправиться, будет пытаться расправиться со своими конкурентами с Тимуром Кулебаевым и с Каримом Масимовым. Вот такие планы у Дарьи Назарбаевой и она их безусловно согласовала с Назарбаевым. Назарбаев, конечно, будет говорить, ну ты будь президентом, но не надо там Тимура Кулебаева уничтожать, не надо Карима Масимова уничтожать. Но как только она получит все властные полномочия в свои руки, когда Назарбаев отойдет с позиции представителя Совета Безопасности, понятно, что она расправится с Кулебаевым и с Масимовым. И в свою очередь и Масимов, и Кулебаев это хорошо понимают, и поэтому сейчас предстоит жаркая такая политическая подковерная борьба. Ну а с учетом того, что эти люди опытные, обладают гигантским капиталом, конечно, ей придется не просто, но у нее будет очень высокие возможности, но и когда человек обладает властью, многим даже любые деньги не помогают, хоть триллионы, потому что они просто будут отобраны, а люди, которые обладают этими ресурсами, будут просто посажены в тюрьму или ликвидированы, по примеру, Айсултана. Итак, вот интрига текущей ситуации. Назарбаев заново возвращает свою дочь, и она планирует стать президентом страны. Вот мы снова вернулись к тому, что весь этот год происходило, и заново в новом круге Назарбаев вынужден во власть втаскивать дорогу Назарбаеву. Ну и в этой связи понятно, уважаемые друзья, я читаю ваши комментарии, народ возмущен, говорит там игра престолов и так далее. Уважаемые друзья, Казахстан наша страна. Здесь нет никакого престола, нет никакого ханства. Эта страна принадлежит гражданам нашей страны. Но чтобы она действительно принадлежала, надо ей распоряжаться. Эта узкая политическая верхушка на самом деле распоряжается властью, всеми средствами, ворует миллиардами, только потому что наши граждане пассивны. Они считают, что страна принадлежит им, они считают, что страна принадлежит Назарбаеву и его ближайшему окружению. Поэтому они пассивные, они пассивные, получают ничтожную заработную плату, они всего боятся. И конечно же, эти люди в лице Назарбаева и его дочери, они действительно ведут себя как ханы, что они владельцы этой страны. И поэтому Назарбаев легко принимает решение отдать кусок территории, сравнимой с североказахстанской областью Китаю. Для них ничего не стоит утром проснуться и полстраны подарить, например, снова китайцам. Это уже пример уже знаете. И Такаев, будучи министром иностранных дел, подписывал эти соглашения. Чтобы это не повторялось, чтобы этого не было, у нас есть простая возможность. 10 января состоятся выборы в парламент. Меня спрашивают, а что делать депутаты? Всем кажется, они там просто сидят, спят, тратят большие деньги и больше ничего. Хочу вам объяснить. Депутаты в парламенте принимают законы. И если мы добиваемся, что в парламент приходит партия, которую мы поддерживаем, и мы получаем практически все голоса в парламенте, парламент может принять законы о конфискации имущества Назарбаева, об отстранении его от власти, о проведении выборов Акимов областей, о них назначениях. Одним словом, парламент принимает законы, депутаты голосуют за принятие тех или иных законов. Поэтому очень важно, чтобы в парламенте были именно депутаты от народа. Что мы для этого предложили сделать? Мы предложили отобрать голоса Уну Ратана, поддержать партию ОСДП. Вы видели, как нервно функционеры, так называемые руководители ОСДП, дали интервью Азаттыку, сказали, что Мухтар Аблязов провокатор, что он призывает своих сторонников влиться. Но это еще раз показывает, что это партия, Комитет национальной безопасности, которая сидит и дергает за ниточки этих функционеров. Они никто, они ничего не решают, их слова вообще ничего не стоят. 27 ноября предполагается, что состоится съезд партии ОСДП, причем он последний съезд. Все остальные партии, тоже под контролем Нусултана Назарбаева, провели эти съезды. Ну, сначала съезд был назначен на 13 ноября, но после того, как режим узнал, что мы планируем провести действия по поддержке ОСДП, они взяли паузу, перенесли съезд на 27 ноября, чтобы понять, а что же мы будем озвучивать, какие действия необходимо предпримить, чтобы препятствовать нашим действиям. Вот, собственно, мы когда объявили о том, что необходимо всем массово вступать в ОСДП, а затем 10 января миллионам необходимо проголосовать, проголосовать за ОСДП, в этом случае Назарбаев, безусловно, будет организовывать массовые фальсификации, мы их тут поймаем за руку, выведем протестующих, недовольных, на улице и снесем этот режим. Это самый простой план. И он очевидный, он работает, но для этого нужно, чтобы наши граждане не были пассивными. Они пришли, они должны прийти на эти выборы и проголосовать за партию ОСДП. И вы видите, как ОСДП сопротивляется, потому что в кабинете у Назарбаева функционерам сказали, что 7% вы получите, скорее всего, мы там 7-8 депутатов назначим от партии от ОСДП. Вот, собственно, сценарий власти, сценарий на султана Назарбаева. А тут приходит демократический выбор Казахстана и ломает им картину всю абсолютно. Но это возможно только в том случае, если граждане страны будут активными. У меня спрашивают, а если действительно ОСДП побеждает, набирает более 50% голосов в парламенте и депутаты ОСДП занимает доминирующую позицию. Как же так? Если ОСДП провластное, то как мы будем эту ситуацию использовать в свою пользу? Я по этому поводу уже говорил. Нам необходимо добиться численного перевеса наших сторонников партии ОСДП. Затем мы можем провести съезд. На съезде поменять органы управления, именно назначить своих руководителей этой партии на все ключевые посты. Затем партия тех депутатов, которые прошли на выборах, отзовет и назначит новых. Тогда мы в парламенте получим своих представителей, которые примут необходимые, нужные законы. И мы таким образом добьемся полной смены этого политического строя, его демонтажа. Мы примем такие законы, которые позволят нам наказать Нурсултана Назарбаева, Даригу Назарбаева, Тимуру Кулебаеву. Всю эту политическую верхушку. Это задача максимум. Она многим кажется фантастической, но я хочу сказать следующее, что это простой, единственный способ добиться смены режима именно спокойным, юридическим, легитимным способом, участвуя на выборах в парламент. Участвуя на выборах в парламент, и на ваших глазах произойдет тотальная фальсификация итогов выборов, и миллион людей, это увидев, могут выразить свое возмещение, выйти на площади и снести режим. Вот такая простая модель. У меня спрашивают снова и снова, судя по всему, многие из вас не видели мои предыдущие эфиры, и говорят, а чем отличаются президентские выборы? Почему вы на президентских выборах призывали на активный бойкот именно в день выборов президента вы вводили людей на улицы, а на парламентские выборы вы наоборот предлагаете не идти на бойкот, а голосовать? Объясняю снова и снова. На президентских выборах участвовал Косанов, кукла власти, и он был в сговоре с режимом, в сговоре. Один человек принимал решение в итоге сдать свои позиции, признать итоги выборов и так далее. Здесь партия это большая организация, в которой присутствует тысяча людей. Именно решение о участии в парламентских выборах и о борьбе за парламентские места принимает решение съезд. Не председатель партии, не его заместитель, а съезд. Соответственно, когда съезд принимает решение бороться за места в парламенте, никто в одиночку не может сдать свои голоса в пользу партии Нуратан. Это невозможно. То есть партия это структура, это сотни тысяч людей, и вы можете повлиять на это мнение, на эту позицию только через съезд партии, или через своих представителей, которые будут присутствовать в полицовете партии. Таким образом, вы видите, что когда президентские выборы, один человек, он может сказать, наблюдатель, вы не правы, я с вами не согласен, я согласен, что победил Такаев, что сделал Касанов, я признаю итоги выборов, я проиграл, ура, у меня 16%, что сказал Касанов. партия так не может сделать. Партия на съезде 27 ноября принимает решение участвовать на выборах. Миллионы людей голосуют за эту партию, и итоги будут именно такие, которые будут подтверждены голосами людей, когда они активно будут говорить, я голосовал за партию Нуратан, или голосовал за партию ОСДП, и только наблюдатели могут это подтвердить, внимательно наблюдая за итогами выборов, говоря, была фальсификация или не была. И партия в одном лице не может сказать, мы проиграли. Нет, это могут сказать только тысячи сторонников, которые голосовали, участвовали в работе съезда и принимали решение. Итак, 27 ноября наступает момент, когда Назарбаев для себя должен решить, все-таки ОСДП идет на выборы или нет, потому что это решение принимает только он, потому что существующие так называемые председатели партии или его заместители, они просто функционеры и винтики, от них вообще ничего не зависит, их слово вообще ничего не стоит. Ну, вы не знаете, недавно заместитель председателя партии выступал, тазобег и сказал, что мы принимаем всех, но вы же видели, вчера Азаттык выставил одно видео, это Оскар Шельгумаров, блогер из Уральска, когда там разъеденная женщина кричала одному писателю, вы пришли по поручению Блязову, вы провокатор, мы вас не примем, вы видели председатель филиала, директор филиала в Астане партии, просто выкинул женщину, одну активистку, сказав, что он ее будет рекомендовать не принимать, то есть это КНБшная партия, она показывает свое лицо, она не с народом, но нас это не волнует, мы заходим в партию, мы голосуем на выборах, мы побеждаем, а если идет фальсификация, мы выводим на улицу людей, меняем режим, вот собственно такой план, и поэтому отличие президентских выборов от парламентских простоев, на парламентских выборах нужно голосовать, на президентских выборах нужно идти на бойкот, и вот все те, кто будет призывать на бойкот, после моих эфиров, когда я детально поясню, почему нужно идти именно на выборы, голосовать на парламентских выборах, если они будут настаивать, в большинстве своем это по сути дела агенты власти, хоть меня там пытаются упрекать, что я часто вот такие ярлыки навешиваю ну простой пример вот мамай так называемый дпк это прокладка власти ни одной партии или движению не дают возможности выйти на митинги даже сказать что ты пойдешь на митинг вы знаете очень много активистов посаженные в тюрьму по 405 статье за участие не зарегистрированной организации экстремистской и ну не зарегистрированной организации у мамай но он свободно выходит на митинги призывает ему дают разрешение вы же видите это для всех я думаю очевидно что это человек прокладка власти и вот эта прокладка власти вместе с аккаунтом ютюбе бассе призывает идти на бойкот 27 ноября мы можем стать свидетелями когда партия с дп тоже уйдет как бы на бойкот и тогда все выстраивается все те кто призывает бойкоту это агенты режима все те кто идут на выборы и хотят победить это те люди которые добиваются смены этого политического режима но есть конечно еще другие подставные прокладки режима типа хака которые говорят а давайте мы проголосуем за все партии кроме нуратана к чему это приведет это значит весь протестный потенциал будет размазан по пяти разным партиям оставшихся из шести и соответственно у каждого по пять шесть процентов и вы в одном месте не соберете большой процент то есть не будет мобилизации всех протестных сил таким образом они хотят размыть протест еще раз наша задача весь протест собрать в одном месте весь и завтра мы будем выводить на улице именно 10 января всех недовольных этим режимом и нам нельзя позволять чтобы до рига назарбаева пришла во власть нам нельзя позволять чтобы но султан назарбаев продолжал контролировать власть даже если 27 ноября партия о сдп заявит что не пойдет на выборы а будет объявлять бойкот как я уже ранее в своих эфир говорил нам это хорошо это значит что режим испугался он понимает что инструмент который мы предложили а именно все вместе объединиться и глаза голосовать за у сдп отобрать голоса у нуратана это очень сильный инструмент этот инструмент мы применим на другой партии так что уважаемые друзья не переживайте если у сдп уйдет на бойкот мы безусловно предложим голосовать за другую партию например за партию отдал за партию тимура кулебаев и его подружек гоги и сати и тогда мы организуем драку между зятем но султан назарбаева и тимура кулебаев и назарбаевым и конечно же в этой драки будет назарбаев помогать дорога который будет говорить а давай мы его уничтожим мы этим воспользуемся мы организуем драку мы добьемся смена режима но для этого нужно 10 января прийти и проголосовать за ту партию которую мы призываем проголосовать давайте действовать это отличный способ наказать эту политическую верхушку легитимным юридическим способом когда миллион людей выйдут на улицу вы должны знать что голосовать имеет право приблизительно 12 миллионов человек наша задача хотя бы 6 миллионов человек убедить сагитировать перейти на нашу сторону это огромная работа поэтому я хочу объявить сегодняшнего дня что мы будем организовать организовать штабы по всему казахстану в областных центрах городах различных районах нам нужны волонтеры которые могли бы с нами взаимодействовать сейчас есть возможность голосовать и агитировать легитимно не боясь репрессий потому что мы например сейчас в этих условиях будем призывать голосовать за у с д п вы можете печатать листовки развешивать их оставлять почтовых ящиках ваших соседей заниматься открытой агитационной деятельностью которая разрешена с 10 декабря поэтому уважаемые друзья давайте активизируем нашу деятельность во первых мы будем создавать ячейки выходите на контакт со штабом двк мы все контактные данные сейчас будем опубликовывать выходите на контакт со мной мы создадим штабы по всей стране займемся массированной агитацией более того эта масса должна работу организовать таким образом чтобы тысячи десятки тысяч людей присутствовали на избирательных участках и контролировали что там не будут бросы разные карусели подставные бюллетени засовывать мы должны установить тотальный контроль по всей стране и сагитировать перетащить на свою сторону 6 миллионов человек это тяжелейшая огромная работа и у нас всего лишь менее 50 дней поэтому давайте действовать мы ждем ваших обращений штаб давайте 10 января конце концов сменим эту воровскую власть алга казахстан